МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проголосовали 104 700 ярославцев, столько избирателей. Поспешили сегодня на избирательные участки или сделали это дистанционно? Впереди еще два дня выборов. Смотрите также выпуски. Просторная, светлая и удобная. Главное, все врачи в одном месте. Есть все необходимое современное оборудование. В Ярославле открылась новая детская поликлиника. Каждая ошибка делает нас сильнее. Если она не орфографическая, международный день грамотности сегодня. Поле во фронтоне. В Ярославле началась реставрация фрески коронования Божией Матери храма Михаила Архангела. ДТП на перекрестке в центре Ярославля привело к драке. Кулачные разборки водителей прямо на дороге. Первая встреча. Новый обитатель ярославского зоопарка Белый Лев Кай начал знакомиться с ольвицей Симой, пока животные следят друг за другом на расстоянии. Вы смотрите главные телевизионные новости в студии Наталья Пионова. Здравствуйте. Вместе со мной о главном регионе корреспонденты городского телеканала. Явка на выборах в Ярославской области составила 6,5%. И это подсчитаны только те, кто пришел на избирательные участки. 60 700 человек. Таковы данные обл. избиркома на 20 часов первого дня голосования. Сделали свой выбор дистанционный еще 44 тысячи. В регионе сегодня, как и по всей стране, стартовала трехдневная избирательная кампания. В нашей области проходят выборы нескольких уровней. Основные в региональный парламент сегодня весь день. За ходом голосования следил наш корреспондент Алексей Машков. Все 826 избирательных участков начали работать с 8 утра. Самые ответственные избиратели пришли к открытию. На протяжении всей своей жизни, как нас приучили с 16 лет, я хожу на все выборы. До данного момента, наверное, не пропустила ни одних. Я считаю, что любой гражданин должен сделать свой выбор, кто, если не мы. Каждый наш голос за того или иного кандидата или за ту или иную партию – это поддержка тех или иных кандидатов и партии, поддержка их программ. И, соответственно, мы тем самым вкладываем наше будущее. В ближайшие три дня ярославцам предстоит выбрать состав областной думы. После заполнения паспортных данных на руки выдается два бюллетеня. Один по одномандатным избирательным округам, второй по единому партийному списку. На участках урны для голосования и КАИБы – комплексы автоматической обработки бюллетеней. Ими оборудована треть участков. В случае возникновения неполадок опускать бюллетень будут по старинке. Если вдруг что-то происходит и КАИБы у нас откажут в работе, то у нас имеется стационарный ящик. Всего будем выбирать 46 депутатов. 34 из них – одномандатники. Именно эти люди больше интересуют избирателей. Их знают, некоторые даже лично, и рассчитывают на помощь и поддержку. Выделяют и главные качества, которыми должен обладать депутат – быть честным и патриотичным. Должен быть честный, доступный для людей, порядочный. И в тех обещаниях, которые он сделает, и те наказы избирателей, которые он получал в период выборной кампании – это тоже большая предстоящая работа на будущее пятилетие. Депутат должен знать, как живут люди, как зарабатываются деньги и сколько что стоит. Поэтому прежде всего это должны быть профессионалы, а уже потом, накопив большой опыт в производстве, в общении людьми, в общественных организациях, только потом идти в депутаты. Следят за выборным процессом наблюдатели. Наблюдателей у нас достаточно много. 1660 человек заявилось. Это как от общественной палаты, так и от наших объединений и кандидатов. Но хотела бы отметить, что в этом году достаточно большое количество от наших наблюдателей и меньшее немножко количество от общественной палаты. Задача штаба общественного – это внести свой посильный, ощутимый вклад в обеспечение легитимности, законности, чистоты выборов. Поэтому, если у кого-то какие-то сомнения та или иная ситуация вызывает, то просим обращаться по телефону горячей линии. В первый день голосования ажиотажа нет. Это объяснимо. Сегодня рабочий день, поэтому и явка невысокая. Выходные людей будет больше, особенно воскресенье. Пожилые люди привыкли, когда у нас выборы один день. Хотя по приглашению везде прописано, что три дня. Но основной день для них – это 10 сентября. Все больше ярославцев предпочитают дистанционное электронное голосование. В этом году 62 тысячи человек предпочли не выходить из дома и сделать свой выбор за пределами избирательного участка. Это в два раза больше, чем предыдущую избирательную кампанию. К тому же часть ярославцев голосуют на дому. А при помощи механизма «мобильный избиратель» проголосовать можно по месту нахождения. Таких порядка трех тысяч. Количество обработанных бюллетеней, число избирателей и общее количество голосов появится в протоколе избирательной комиссии. Пока строчки пустые. Итоги подведут 10 сентября. Алексей Машков, Денис Кауров. Главные телевизионные новости. Красивая просторная, оснащенная самым современным оборудованием. В Ярославле во Фрунзенском районе сегодня заработала детская поликлиника. Ее строительство начиналось в 2019-м и вот наконец завершилось. Обошлась новинка в более чем миллиард рублей. Здесь будут принимать 15,5 тысяч маленьких пациентов, до 500 человек в день. Владислав Старожук сегодня в числе многих тоже оценил новое здание и возможности медучреждения. Радостно и весело сегодня встречались здесь маленьких пациентов и других гостей. Медучреждения для детей. Надо, чтобы ребятня не боялась идти лечиться и чувствовала себя здесь комфортно. Именно для малышей и детский городок во дворе и уголки для творчества внутри большого здания. Можно даже мультики посмотреть. Мы очень долго ждали и очень-очень этому рады. Надеемся, что все кабинеты будут функционировать в полном объеме. И мы будем с удовольствием сюда ходить. Четыре этажа, просторные коридоры, кабинеты, оснащенные по последнему слову техники. Медики тоже рады. Район молодой, застраивается новостройками. В них приезжают молодые семьи с малышами, многодетные семьи. Это долгожданное учреждение было. Мы вообще работали в поликлинике на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Несколько входов будет. Здесь даже зона ожидания у нас и на улице есть для детей, там, игровые площадки. То есть полностью функциональный, современный объект, который будет радовать жителей Фрунзовского района. Во Фрунзовском районе проживает почти 32 тысячи детей. Половина будет ходить сюда. Кроме педиатров будут вести приемы узкие специалисты. 13 профилей травматологии, хирургии, кардиологии, офтальмологии и другие. Сделать можно будет и все необходимые исследования. Есть рентген, аппарат УЗИ, компьютерный томограф, кабинет флюорографии. И это не полный список. Даже бассейн и гидромассажные ванны предусмотрены. Оборудование все здесь. Идет пуск-наладка, идет получение необходимых заключений на работу. Потому что некоторые требуют, на самом деле, ионизирующие излучения. И к концу октября практически все, что должно быть запущено, будет запущено. Строительство началось в 2019-м. Правда, затянулось. Изменилась ситуация в стране. Повлияли санкции, это прежде всего, на то, что связано с комплектацией оборудования. Ну, этот негативный момент уже проехали. Произошла задержка почти на 9 месяцев. Сама поликлиника строительная готовность была уже в прошлом году, в декабре. Строительство обошлось в 1 миллиард рублей. Возводили здания по НАСПроекту «Жилье и городская среда». Теперь это образец современного детского медучреждения. Мы постараемся здесь сделать отдельные такие центры по тем или иным специальностям детским. Не только для района, но и для всего города в целом. Вот это очень важно. Использовать полностью ту инфраструктуру современную, которую мы создаем в Ярославле, в Ярославской области в целом. Это большой проект. В рамках национальных проектов и создание комфортных условий в жизни в городе невозможно без социальных объектов. Появление поликлиники – огромный большой шаг. И огромное спасибо, что такие проекты у нас есть, продолжаются и будут дальше развиваться. Осталось сделать в поликлинике понятную навигацию для детей и их родителей. Установить информационные таблички на дверях, кабинетах и стенах. И набрать полный штат специалистов, пока не хватает педиатров и медиков среднего звена. А уже завтра для удобства посетителей поликлиники по улице Попова начнет курсировать новый маршрут автобуса номер 63. Владислав Старожук, Михаил Орлов. Главные телевизионные новости. Сегодня в Ярославле почтили память жертв блокады Ленинграда. На воинском мемориальном кладбище прошел митинг, посвященный трагической дате. 8 сентября – начало блокады города на Неве. Длился этот ад почти 900 дней. Захватчики сбросили на Ленинград 150 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов и более 100 тысяч зажигательных и фугасных бомб. Почти все здания были разрушены или повреждены. Жители страдали от голода и холода. По разным оценкам, во времена блокады погибло от миллиона до полутора миллионов человек. Сегодня у памятника на Леонтьевском кладбище в Ярославле люди, которые пережили ужасы блокады, были эвакуированы в наш город и нашли здесь второй дом и их дети. И новое молодое поколение – школьники, которые чтят память погибших. Сегодня особенный день. 8 сентября началась блокада Ленинграда. И люди, которые пришли сюда, хотят выразить свою благодарность, выразить свое уважение тем, кто в то время был. Война, как известно, приносит не только победы, но и большие жертвы. Об этом уже говорилось, что большие жертвы в Ленинграде, по крайней мере, от бомбежек, от голода. Но тем не менее, вот как-то так получилось, что нам выпало жить. Всего из Ленинграда было эвакуировано более 1 миллиона 300 тысяч женщин, детей и стариков. В Ярославскую область прибыло 162 эшелона с людьми. Это примерно 600 тысяч человек. В городе были открыты 210 детских домов и 26 медицинских стационаров. Мирные люди столкнулись с очень тяжелым вызовом. Это голод, бомбежки, разрушения, болезни. И при этом город жил, боролся. Мы протянули руку непосредственно ярославцы. И вот эта вот память таких грандиозных событий, тяжелых событий, мы на сегодняшний день обязаны вспоминать. Сегодня Международный день грамотности. Он утвержден в 1965 году после проведения иранской конференции. Главной темой которой была ликвидация неграмотности. Эта идея оказалась близкой многим странам. Поэтому годы с 2002 по 2012 были признаны десятилетием грамотности. По информации ЮНЕСКО, на прошлый год около 770 миллионов человек по всему миру не умеют ни читать, ни писать. Это примерно 10% всех жителей планеты. Для России же, по данным организации, эта проблема не актуальна. У нас 100% грамотность. Марина Смарагдова побывала там, где готовят филологов. Ярославцы счастливые люди. Наш город основал князь, которого прозвали мудрым за любовь и чтение книг. Но в 20 веке Ярославская губерния считалась одной из самых грамотных в России. Отсутствие умения читать и писать – это одно. Для россиян важнее другое – умение складно выражать мысли и соблюдать правила орфографии и пунктуации. На филологическом факультете педагогического университета говорят о том, что должен знать учитель. Грамотность и написание очень способствуют языкознанию. Знание истории языка действительно помогает и не только студентам. Ведь русский – живое явление. Правила написания произношения меняются, проходят очень активные процессы. Грамотного человека видно сразу. У него четкая поставленная речь. Он не только грамотно формулирует свои предложения в соответствии с нормами русского языка, но еще и соблюдает нормы произношения. Русский язык у нас очень-очень активно изменяющаяся система. Студенты изучают изменения, просматривают и анализируют словари. Например, в 2009 приказом Минобразования кофе стал еще и среднего рода. Мало кто об этом знает. Мы как студентки филфака яро пропагандируем чтение книг. Вообще это повышает общий культурный код и также грамотность. Да, ну и также вообще очень необходима практика в этом деле. То есть, если ты вдруг замечаешь, что ты неправильно говоришь слова какие-то, или просто даже не понимаешь, как они пишут, то лучше сразу проверить. Россия лидирует по количеству дипломированных специалистов. Хороший русский не только преподавателю нужен. Повторим шутку. Каждая ошибка делает нас сильнее, если она не орфографическая. Марина Смарагдова, Василий Мосин. Главные телевизионные новости. На гарнизонном храме Михаила Архангела началась реставрация фрески коронования Божьей Матери. Редкий сюжет 17 века размещен на фронтоне крыльца. Изображение пострадало во время белогвардийского мятежа летом 1918-го. Реставраторы при проведении работ обнаружили застрявшие в штукатурке пули. Скорее всего, пулеметный огонь велся с близкого расстояния. Мечта восстановить фреску была давно, а документацию начали готовить год назад. В начале лета получили согласие Минкульта и разрешение на реставрационные работы. Фотографию целостного изображения нашли в научно-исследовательском институте архитектуры имени Щусева в Москве. Работы проводят ярославские специалисты. Наша просьба казалась конкретно самой фрески. Они нам предложили пошире подойти к этому делу и подготовить нам документацию на живопись всего храма. В общем-то, был заключен с ними договор тогда. Осенью взяли пробы, штукатурки. Всю зиму занимались подготовительными работами. Другим темам. 44-летнюю Ярославну обманули почти на 5 миллионов рублей. В сети интернет она увидела рекламу инвестиций. Эмблема визуально была похожа на логотип одного из банков. А потому женщина без боязни перешла по ссылке и указала свои персональные данные. Ей перезвонил представитель инвесткомпании и предложил скачать специальную программу. Ярославна перевела этому менеджеру 5 тысяч и 6 тысяч 700 рублей, чтобы приступить к работе на бирже. Далее она две недели общалась с неизвестными. Переводила личные и заемные средства на различные банковские счета. Кульминацией такой инвестиционной деятельности стало уведомление о том, что счет женщины будет заблокирован. И чтобы этого избежать, необходимо положить на него 5 тысяч 250 долларов. Ярославна взяла сумму в долг у знакомой и перевела на номер банковского счета. Эпилог. Менеджеры перестали выходить на связь, а женщина отправилась в полицию. Ущерб 4 миллиона 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Предварительная причина крупного пожара на центральном рынке в Рыбинске – проведение сварочных работ. Об этом сегодня городскому телеканалу сообщили в региональном управлении МЧС. Напомню, ЧП случилось на территории рынка на Сенной площади. Вспыхнули металлические павильоны, в них продавали вещи. Огонь распространился на 150 квадратных метров. Именно на такой территории было уничтожено имущество и торговые точки. Также сгорели 8 входных ворот. Никто не пострадал. Рыбинская городская прокуратура начала проверку в связи с пожаром. Ситуация поставлена надзорным ведомством на контроль. В центре Ярославля ДТП привело к драке. Двое водителей начали выяснять отношения прямо на проезжей части. Дорожные разборки попали в объективы уличных камер видеонаблюдения. Инцидент произошел на перекрестке проспекта Ленина и октября сегодня утром. На записи видно, что транспорт по Ленина движется под разрешающий сигнал светофора. Дорога по октября стоит на красной. Столкновение произошло, когда водитель белой легковушки вылетел до разрешающего света. На перекрестке его встретил завершающий маневр черный автомобиль. От удара белая иномарка вылетела на трамвайные пути. Ее развернуло несколько раз, после чего угодило в столб. Водители обеих машин сошлись в рукопашной. Устроили кулачные бои прямо на дороге. А вот в обстоятельствах аварии предстоит разобраться ГИБДД. Как отмечают, в региональном УМВД никто не пострадал. В этот день, сто лет назад, родился известный советский поэт Расул Гамзатов. В библиотеке имени Валентины Терешковой сегодня состоялся литературно-музыкальный вечер. Расул Гамзатов, гордость и слава Дагестана. Фильм памяти, книжная выставка и зажигательные кавказские танцы. Так отметили ярославцы славную дату. Марина Смарагдова побывала на вечере. Вечер памяти в день юбилея. Расул Гамзатов никогда не бывал в Ярославле, но горожане его знают и помнят. Неслучайно вечер открыл танец, ритмы гор. Поэт был певцом Дагестана, красоты его природы и людей. Только бурку лесов подарил мне и попаху вершин снеговых. Про Расула все сказано в его стихах. И читать его стихи можно до бесконечности. Это такая красота. Здесь у нас такие горы синие и такие золотые небы. Если бы вся земля их цвет воспринял, то стала бы земля еще красивее. Неслучайная картина Николая Рериха. Он так же, как певец Дагестана, был восхищен Кавказом. Ярославцы сделали выставку сборников поэта. Вслед за Пушкиным Расул Гамзатов пишет, что он тоже воздвиг себе памятник. Не рукотворный, но из песен. Юбилейные встречи затронут всю Ярославскую область. Мы проводили мероприятия Даниловы, Ростовы. Сегодня мы признательны, что библиотека имени Терешкова проводит. В день рождения Расулу Гамзатову это мероприятие. Ожидаются еще встречи в Рыбинске. Заключительное событие посвящения поэту состоится в октябре. Планируется приезд делегации с родины знаменитого аварца. В 2023 указом президента России объявлен в Дагестане годом Расула Гамзатова. Когда читаешь его стихи, ты говоришь не с одним человеком, а с целым народом. И при этом он естественен, как горная река. Ярославцы сегодня посмотрели фильм о юбиляре. Вспомнили его самую известную и трогательную песню «Журавли». Мне кажется порою, что солдаты С кровавых не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда А превратились в белых журавлей Марина Смарагдова, Михаил Орлов. Главные телевизионные новости Первое знакомство Кай и Сима увидели друг друга. Новый обитатель Ярославского зоопарка белый лев Кай встретился с ольвицей Симой. Пятилетняя красотка сразу заинтересовала царя зверей. Он долго ходил и даже бегал за ней по вольеру. Сима принимать ухажера не спешит, присматривается и наблюдают за новым избранником на расстоянии. Симе пять лет, живет в Ярославле три года. До приезда в наш город малышка находилась в московском центре передержки, куда ее поместили после того, как отобрали у предпринимателя, который использовал ее для фотосессий. Теперь она девушка на выданье. 14-летний лев Ярос в марте умер. Семилетний Кай занял его место. Время начинать новые отношения. Знакомить с еще одной львицей Лавиной сотрудники зоопарка льва пока не планируют. Третий лишний. Сначала двум хищникам надо адаптироваться друг к другу. И сейчас к спортивной части выпуска. Рыбинец Ливан Бухалов завоевал две медали в триатлоне. Финальный этап Кубка России прошел в Йошкороле. Воспитанник спортивной школы ТЭМ проехал 20 километров на велосипеде, пробежал 5 километров и проплыл 750 метров по местной реке. По итогам состязания атлет поднялся на вторую ступень пьедестала почета, а в общем зачете Кубка Ливан стал третьим, выполнив норматив мастера спорта России. На старт в дисциплине триатлон-спринт вышло 120 участников из 10 регионов. Сегодня стали известны предварительные итоги Кубка губернатора Ярославской области по боксу. Он проходит в столице Золотого кольца. У наших спортсменов четыре золотые, три серебряные и семь бронзовых медалей. Награды на шестом региональном турнире разыгрывают среди мужчин и женщин в 13 весовых категориях. А среди юношей борьба за места на пьедестале почета в 18 весовых категориях. Впечатления зашкаливают, так как антре Леонид подскакивает. В целом, в принципе, доволен. Главное, чтобы тренер был доволен. А так все, то, что тренер Гаврой работу сделали. Все нравится, в принципе, все. Место проведения хорошее, ринг хороший. Поединок довольно-таки тяжелый для меня был. Я себя плохо чувствую, перебаливаю. Соперница довольно-таки такая непростая. Вот, хорошая девочка. Бой тяжелый для меня был. Но я одержала победу. Победители среди взрослых спортсменов и юниоров получат право на присвоение звания кандидат в мастера спорта. На ринге выступают более 150 боксеров из семи регионов. Это сборные команды городов северо-западного, центрального и южного федерального округов. Отличился он тем, что мы параллельно с открытием этого турнира открыли зал бокса в Дзержинском районе. Плюс у нас были, наверное, самая элита, почетные гости, самая элита российского бокса. Для всех желающих Алексей Тищенко и Марк Петровский провели открытую тренировку. Теперь к погоде. Выходные ночью в Иркутской области до минус 7, в Новгородской и Тверской до минус 1-2. На севере Якутии впервые выпал снег. В Москве в субботу и воскресенье солнечно. 19-21 градус тепла. Это выше сентябрьских показателей. Первое бабье лето. Что в Ярославле завтра? Алена Груздева готова рассказать. В студии Алена Груздева. Здравствуйте. В субботу в Ярославле пасмурное утро сменится ясным днем и безоблачным вечером. Осад как не ожидается. Подробности далее. Объявляем старт продаж клубного дома на Лисицыно. Всего 132 квартиры. Подробности по телефону 28 88 00. Светлояр. В субботу ночью в Ярославле облачно. С прояснениями временами небольшой дождь. Температура 6 градусов. Ветер северный 2 метра в секунду. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 758 миллиметров штутного столба. В субботу днем в Ярославле облачно с прояснениями. Без осадков температура 18 градусов. Ветер северный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 758 миллиметров штутного столба. На этом у меня все. В студии работала Алена Груздева. Отличного дня. Увидимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Сергей Жигунов, Людмила Гурченко, Кристина Арбакает и Михаил Боярский, Наталья Гундарева и другие актеры. Приятного просмотра. Наши новости доступны на сайте gtk.tv, в телеграм-канале, официальном паблике во Вконтакте и на популярных видеоплатформах. Сообщайте новости в редакцию по телефону 72 11 70 72 11 80. В студии работала Наталья Пионова. Хорошего вечера и выходных. До свидания.